Депутатский корпус Депутатский корпус Депутатский корпус Депутатский корпус Депутатский корпус Депутатский корпус Сейчас к нам в студию. Какое у вас настроение сейчас? Хорошее. Какое хорошее? Настроение боевое, зимнее, готовое к переменам в микрорайоне Ялты. Татьяна Евгеньевна, вы где работаете? Ну, я пенсионерка. Тогда помогаю дочери в магазине. В магазине? Да. Ну, и что, и правда, что вы сейчас приехали сюда к нам на передачу замерзшая, или нет? Да, да. А что ж такое, почему в магазине холодно? Сломался кондиционер зима-лето, и вот вызвали мастеров, и пока. Ну, а как вы всю эту зиму переживаете, будем говорить, все-таки крепкая сегодня? Ну, у нас, слава Богу, благодаря и нашей инициативе, инициативе жителей Ялты, особенно председателей, и Сергею Михайловичу, и Татьяне Спиридоновне, у нас газ в Ялтах, вода, все удобства у нас, поэтому мы сами себе регулируем, как нам тепло или прохладнее делать, поэтому у нас в доме тепло. Не могу жаловаться, у нас хорошо, и настроение очень хорошее, потому что, если раньше наши Ялты представляли что-то ужасное, страшное... Да, это неправда, мы на эту тему лучше прямо сейчас заводиться не будем, а вот давайте в городе сейчас морозно, я не знаю, когда эта передача выйдет в эфир, да? Ну да, сейчас холодно. Но все-таки справляется город с этой проблемой. Справляется. Вот посмотрите, все улицы каждую ночь, я даже видел водителей, которые даже не понимают, что посыпают ночью, и оно тает, в мороз тает. Да. Правда же, да? В этом году это очень заметно по городу. Заметно, и заметно то, что в город тихонько, летом покрывался асфальтом, там, где надо было латать, латали, а у вас в Ялте так вообще хорошо. К вам впервые пришел асфальт, правда? Правда, конечно. Это было такое, что, в принципе, ялтинцы не верили. Это случилось чудо в Ялтах, что в этом году у нас появились дороги. Ну, давайте дальше будем на эту тему говорить. А сейчас вы же принесли красивые фотографии с зимней Ялты. Давайте посмотрим, и если надо, давайте комментируйте, пожалуйста. Все вместе, смотрим. Хорошо. Вот, вот эта вот техника, которая нам трактор выделила администрации Заводского района, мы тесно с ними сотрудничаем. И уже у нас несколько лет, я вам скажу, выгребается снег, в последние времена пошли зимы снежные. И, как бы, хотя бы на основных улицах мы прочищаем, и уже можем, как бы, и проезжаемость, и проходимость по Ялтам есть. И, в основном, что может зайти в коммунальный транспорт и вывезти мусор. У Ялтах уже несколько лет нет ни снежных, ни мусорных коллапсов, как это бывает в некоторых районах города. Вот ничего, вот сейчас вот такие морозы, и ничего страшного. Все нормально, никаких жалоб, ничего, да? Нет, все хорошо. Ну, а детки, как радуются снегу или нет? Конечно. У нас есть несколько таких шикарных горок, которых нет в городе. И там мы катались с внуками, будь здоровы. И взрослые катались, и дети катались, и бабушки, как говорится, и я каталась. Из других районов города приходят дети, накатанные такие дорожки, летят в снег. Длинные горки такие. До 12, до часу ночи, это дети там катаются. Да, да. Вот такие горки. Вот вообще, почему и назвали Ялты Ялтами. А почему? Ну да, гор, горишное место с Николаем. Да, идешь как в Ялте, идешь, идешь, опа, ты уже на какой-то крыше. Да, с песочком посыпает машина, как бы. Ну, асфальта здесь не видно, но он все-таки есть? Конечно. Не видно, так бы были вот такие кучу горы, а так, пожалуйста, видно, что чистенько дорогу расчищает. Ага. Ну, хорошо, хорошо. Посмотрели мы. Ух ты, так тут все по-серьезному, да? Да, да. Вы там посчитали, сколько у вас в Ялте протяжения дорог или нет, приблизительно? Протяжения дорог, ну, как бы количество полное, я не могу сказать, дорог. Но то, что уже у нас есть такие улицы, которые прорезают Ялты, то на сегодняшний день практически все улицы уже эти или же забетонированы, или в асфальте. Вот сколько все улицы, вот тут вы должны знать, вы, наверное, почитали, это все-таки деньги городские. Конечно, конечно. Тут, значит, по протяженности не меньше трех километров дороги уже у нас в Ялтах сделано. А еще осталось, я вам скажу, тут пока еще и половины нет. Пока еще покрытых полностью дорог, еще и половины нет. Еще и половины нет, да? Я по километражу... Сказать, что третья часть тоже трудно сказать, наверное, правда же, да? Да, да, да. Ну, четвертая точная. Ну, вот вы начали этот разговор, что вот Ялты был такой, вроде бы неблагополучный район, так всегда было испокон веку. Я сейчас хочу, вот я взял из интернета, на вашем сайте зашел, и там был небольшой фильм. Я не знаю, кто его снимал, этот фильм, да? Но там очень любопытное сравнение с Ялтами, которые сейчас есть, да? И с таким же, вроде бы, районом, который где-то находится там, я знаю, в Мексике или в Америке, или я не знаю где. Давайте посмотрим этот отрывок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, пожалуйста. Все мы говорим, вот заграница, заграница, да? А у нас там провинция, Николаев там, не знаю что. Вот, пожалуйста, можно сравнить, не правда ли, а? Мне даже уже видно, что нас сравнивают с трущобами. У нас не трущобы. У нас молодежь строит трехэтажные, двухэтажные дома. Так. С отоплением, саунами, ну все удобства, поэтому... Все же у вас уже и газ есть. Да, когда-то мой папа лично говорил, да я никогда в жизни не поверил, чтобы в Ялтах у каждого была вода. Была колонка. Я вырастила своих детей до трех лет, да? Да. Муж после работы брал два ведра или бетончик такой привязанный, штол за водой и приходил через 3-4 часа. Я говорю, дед, а колонка рядом с домом? Да. Ее облаживали скатами, разогревали. Пока это мужики молодые все делали, приходили бабушки с бетончиком и водичка еле-еле бежала. Пока бабушкам всем набрали, домой отнесли. К нам очередь дошла, молодой же, здоровый, да? Самый последний набирал воду, приносил уже, дети почти спали. И мой папа говорил, я никогда не поверю, чтобы у каждого была вода во дворе. А смотрите, у нас уже не только вода, мы теперь ждем канализацию. Ну вот хорошо. Уже все есть практически. Давайте я вас, вопрос такой, ну чисто как для женщины и на засыпку. И вам, Люда, тоже придется на него отвечать, хорошо? Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, я помню, когда я первый раз пошел на свидание, и где это было? Это было такое, где-то речка, обрыв, Белоруссия. А где же вот вы первый раз на свидание? Есть в Ялта где познакомиться? Или у вас это было в другом месте и все по-другому? Ну, конечно, по-другому. Ну, расскажите. Ну, мы с мужем познакомились, мы рядышком работали, он работал в АИ, а я работала в неведомственной охране, а в одной столовой мы обедали. И поэтому мы познакомились, встречались, но надо сказать, что я коренной житель поселка Ялты. Я там родилась, родители мои там, ну, как бы нас вырастили, и мы, у меня одна мама, один папа, и мы уже в таком, ну, в 68 лет мы их похоронили. То есть родители жили до такого возраста и все время жили в Ялтах. И когда мы с мужем решили пожениться, то я сказала, я из своих Ялт не уйду. Хотя там, конечно, было ужасно, все вот так было и с водой, о газе там и мечтать не приходилось, печтое, отопление. Трудно было, трудно. Поначалу, особенно когда маленькие дети. Ну, вы знаете, почему-то, я не знаю, но мне почему-то верилось, что будет такое время, когда будет все вот это, что у нас сегодня есть. Вот. А есть оно благодаря тому, что в свое время у нас работали такие люди, очень, они по-своему патриоты города. Это Василий Михайлович, я вот сейчас не помню его фамилию, это был депутат Заводского района. Сергей Михайлович, помните? И Александр Григорьевич, а Сергей Михайлович не может помнить. Ах, это было очень давно. Это было очень давно, это были 70-е годы. И вот в 81-м году, эти люди постучали в мою калитку и сказали, вот мы знаем, что ты учишься, ты в высшем учебном заведении, и мы хотим тебе предложить, чтобы ты стала председателем квартального комитета. Ну, Василий Михайлович сказал, вместо меня, потому что я уже старенький, а ему уже было за 75 даже. Вот. А Александр Григорьевич, ну, ему 72, наверное, было вот так вот, уже такой возраст у них почтенный был. Вот. Ну, я согласилась. Согласилась я, конечно, ну, потому что мне жалко было тех людей, которые жили, и вот тех условиях, в которых мы, в общем-то, по-своему выживали. Ну, а теперь Сергей Михайлович этим делом заведует? А теперь Сергей Михайлович, да, после меня пришла Татьяна Спиридоновна. Вот, я уже, ну, получалось, я немножко уезжала. Ну, это, ну, хорошо, давайте сейчас разбираться, что же это такое самоорганизация населения поселка Ялты, и что делает вот вы, комитет, председатель комитета и члены комитета, чем вы занимаетесь? Да, ну, вот, что такое самоорганизация населения Ялты? Это значит, если сказать просто, когда маленькая семья собирается в большую. И вот многие жители и граждане города, я так думаю, многие и не знают, что это такое, и не понимают, что это такое. Некоторые считают, что это самоуправление. Нет, это самоорганизация, это как раз то, что относится именно к жителям того района, где они проживают. И я работаю в председательном комитете с 2010 года. Когда пришел работать, это было самое сложное, вот эта вот работа с людьми и людям рассказать, и вовлекти их сюда для участия, для участия самим развивать этот район. Ну, как вы это сделали? Вот давайте практично. У нас еще есть районы в такие же городе, микрорайоны, правда же? Да, конечно. Не везде же есть такие комитеты? Нет, и это я считаю очень правильно. Вот теперь скажите, как начали, как оно происходило? Было ли сопротивление, было ли безразличие, начальство было против, кто? Как это вы пробили это все дело? Естественно. Значит, первое, что вот когда работают с людьми, те люди, которые понимают и начинают что-то делать, это с этими людьми понятно. С ними просто, они просто хотят перемен. Те люди, которые тебя критикуют и не хотят, с этими тоже понятно. А вот самое страшное, это равнодушие. И вот таких в Ялтах, я вам скажу, у нас сейчас, да и сейчас можно сказать, 50 на 50. Людей, вот это что, которым все все равно. Но тем не менее, люди хотят... Ну, потому что видишь, что происходит. Меняется же и жизнь, и внешне все это заметно меняется. Вот это самое страшное, когда люди хотят, чтобы за них кто-то что-то сделал. Вот хорошо. Я почему задал вопрос насчет того, где познакомились и как полюбились. Вот молодежь Ялты. Она что, на Советскую туда на свидание? А там здесь нигде ничего дома? Было стыдно сказать, что ты живешь в Ялтах. Я училась в техникуме советской торговли на Мирах. Казалось бы, рядышком, да, с нами. Ну да. Но мне стыдно было говорить, где я живу. И иногда тот, кто хотел насолить из девчонок, да, говорил, ну, ты что не знаешь, на каком ЮТЗ она живет? Она живет в Ялтах. До того хотелось это все изменить, что когда вот пришла возможность, когда я уже немножечко стала постарше, вышла замуж, появились детки, вот это вот быт меня окружил, да, когда я была молодая, это все занимались родители. Когда пришлось нам с мужем вот это все делать самим, и вдруг потом пришла, у нас председателем стала Василенко Татьяна Спиридоновна, и мы с ней были в хороших таких отношениях, знакомых, и она меня позвала, раз, второй раз объявление расклеить, то еще что-то. Вот с этого, с 95-го года, Людочка говорит, я вот пришла вот именно в комитет, да, и с тех пор мне так хотелось изменить, сделать так, чтобы это было, ну если не очень престижно, да, чтобы не, может быть, не самый лучший, но во всяком случае, чтобы было не стыдно сказать, что я живу в Ялтах. Вот с тех пор вот это вот мною движет. И уже потом пришел Сергей Михайлович, я его совершенно не знала. Но я, уже я с этой струи, я не выхожу. И вот сейчас много молодежи к нам подходит, и когда мы видят, что мы что-то делаем, приходите, пожалуйста, и мы садим, нам горисполком выделял, и зеленые насаждения мы садили возле своего самого красивого в городе стадиона, все. И многие люди выходили, и, извините, ромы выходили с вот такими маленькими деточками, воду в бутылках двухлитровых и пятилитровых таскали, чтобы полить эти кустики, полить эти цветы. Очень много людей участвовало. И обидно было, когда мы два раза делали вот такие посадки, а на второй день на третий приходили, и кто-то вырывал эти петушки на тачке, я таскала, люди давали цветы. Но это и в городе делали. И все выкидалось в мусор, понимаете, даже не себе домой, а в мусор. Было обидно. И мы чувствуем, что есть, конечно, люди, которые, может быть, против всего, да, и, может быть, не хочется, чтобы у нас приходила цивилизация, чтобы у нас не было какой-то еще, знаете, вот говорят, что это наркопритоны у нас здесь все. Да, мы чувствуем, что есть еще здесь это. И мы ждем от властей тоже помощи, чтобы нам помогли погасить эти пожары, чтобы вообще был наш район лучшим, понимаете. Поэтому подтягивается молодежь, потому что они знают в нашем районе им растить детей. Вот. И они тоже хотят. Они видят, что можно, можно с помощью власти, с помощью своих инициативных людей. Создаем бригады, мы ходим, патрулируем вечером до ночи наши улицы. Для чего? Для того, чтобы можно было спокойно идти со второй смены, чтобы не опасно было. И мы видим изменения, большие изменения в Ялтах. Поэтому хочется работать, хочется помогать, понимаете. Вот. Вы помните, с чем мы начали эту передачу, да? Сенкевич что сказал, мэр города, да? Я ему задал вопрос, он говорит, ну, а теперь смотрите ответ на вопрос мэра города, то, что у вас произошло совсем недавно. Смотрите этот сюжет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Сегодня мы собрались здесь, чтобы наш владыка, владыка Петерим, от имени церкви всей православной, благословил нам здесь службы, служить службе божественной литургии. Так вот, вот эта божественная литургия, это та служба, которая сегодня и всегда она вела людей к Богу, она давала возможность человеку соединиться с Богом, и, конечно, напутствовала человека в вечность. Поэтому сегодня, вот сегодня придет владыка, помолится с батюшками, благословит нам здесь службу, и сегодня мы становимся причастниками вечности. Храм, он не исчисляется количеством квадратных метров или количеством человек, которые присутствуют на службе. Храм – это то пространство, где входит в вечность, и Бог, Божья Матерь, святые угодники Божии, святые ангелы – все присутствуют в этом храме. Несмотря на то, что он вот такой бедненький, вот такой вот, ну, как бы сказать, маленький, пока, да, пока. Вот, несмотря на это, это тот момент, когда вот мы уже, жители поселка Ялты, те гости, которые у нас сегодня собрались, мы уже причащаемся в вечности, мы причащаемся к службе Богу. Чтобы вы знали, что вы за нас беспокоитесь, а мы за вас. Будем молиться, чтобы Господь Бог здоровья вам добавил и всех благ. Что больше всего надо сейчас? Скажите, пожалуйста. Без нашего сердца, без нашей любви никогда мира не наступит. Мы должны любить Бога и любить друг друга. А это больше всего к этому и призывает, и способствует Церковь Святая. Поэтому спасибо Богу, что Он нас сегодня собрал здесь. Ну вот, все-таки, видите, оптимистично. Пришли от самого земного к самому духовному. Не правда ли? Правда. Начали с асфальта, а вот достигли уже этого. Я понимаю, что, Сергей Михайлович, что это еще на пути к церкви, еще будет время, еще будет и будет это напряжение всех людей. Вашего поселка. Надо строить церковь. Но я надеюсь, что она будет. Не правда ли? Конечно, мы тоже надеемся, потому что в Ялтах еще очень много незаконченных дел, а духовное развитие жителей и наших, и по соседству, это тоже очень будет способствовать, чтобы Ялты наши менялись. Тем более... И только Ялты, и весь город. Есть, совершенно верно, так нельзя смотреть. Потому что, действительно, мы же посмотрели, сейчас Ялты – это один из микрорайонов города. Да, он застроен немногоэтажными домами. Ну, так такая вот и корениха у вас в Заводском районе, такая, правда же? Да, да. И кто там еще там... Ну, есть такие... Железнодорожный поселок. Да, и Железнодорожный поселок такой же. И Широкая Балка. И Широкая Балка такая же. У нас самый дружный. Ну, вот, какие приоритеты вы сейчас для себя поставили на дальнейшее? Ну, на дальнейшее, как уже мы и говорили до этого, что в Ялтах проживает, конечно, не очень богатый народ, который себе может много чего позволить. Но, так как у нас уже произошли такие перемены, на сегодняшний день хочется и поблагодарить депутата по нашему округу Сергея Карцева, который очень много усилий приложил. У нас с его помощью появилась детская спортивная площадка, мини-стадиончик такой. Есть у нас еще детская площадка для маленьких детей. Теперь еще в перспективе, так как я сказал, что жители Ялты, района Ялты, не все себе могут позволить пойти куда-то в город, на какие-то там мероприятия. А сейчас у нас в перспективе строительства, сцены и места сбора жителей, такая, как раньше были гид-площадочки такие в нас на районе, чтобы люди могли собраться и пожилые, и молодежь. И тут же у нас уже в Ялтах свои артисты, которые выступают не хуже, чем в центре города. Есть наш сайт, и это можно все посмотреть. Поэтому в перспективе очень много всего, и я надеюсь, что с такими помощниками и с таким депутатом, как у нас, все-таки мы выведем Ялты на лучший район Ялт, лучший район города Николаева, и в Ялтах будет престижно жить. Ну и слава Богу, все, на этом наша передача, вот эта, это уже вторая передача у нас. Я уверен, что позвоните еще раз к нам, у вас снова что-то интересное произойдет. Мы приедем, поснимаем, как мы сейчас это делаем, и сделаем еще одну передачу. Да, пожалуйста. Так что успехов вам, хорошей жизни, до свидания. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»